По водной глади величественной реки Волги в конце октября 1942 года плыл необычный предмет. В это время горел и пылал Сталинград, вокруг шли упорные жаркие бои, а небольшие волны нежно ласкали деревянный крест с привязанным к нему человеком. Это был последний и единственный шанс советских бойцов из группы 57 бессмертных, которые сражались у самой кромки воды возле тракторного завода, спасти своего легендарного командира Алексея Очкина. Он был тяжело ранен в голову и шансов остаться в живых тогда у него практически не было. Но старший лейтенант оказался из категории везучих. И после этого он проживет еще долгих 60 лет и даже станет знаменитым писателем и режиссером Советского Союза. Алексея Яковлевича Очкина Алексея Яковлевича Очкина не зря во время Великой Отечественной прозвали лейтенант Огонь. Характер у него с самого детства был горячий, прямой, а в отношениях с другими людьми ввел он себя довольно-таки дерзко. Очень рано мальчик остался без родителей, и его взяла на воспитание сестра отца, которая и сама имела стальной характер. Новая мама сначала работала фельдшером в Лужском районе Ленинградской области, потом возглавляла больницу и даже была выбрана односельчанами-депутатом. Надзор тети был суров, и Алексей с самого раннего детства занимался спортом, много учился и проводил процедуры по закаливанию организма. Неудивительно, что вырос он сильным и широкоплечим, и уже сам каждый день, даже зимой с улыбкой, посматривая на своих односельчан, которые от холода кутались в теплые одежды, с голым торсом и полотенцем на плече ходил купаться в проруби. Но к 16 годам парень связался с плохой компанией. Скорее всего, его бы поглотила криминальная жизнь, и мы бы уже ничего не знали об этом герое, но тетя пошла на решительные действия. Чтобы спасти своего племянника, она договорилась с военкомом, приписала Очкину два лишних года жизни, сама подписала медицинские документы и отправила Алексея в армию проходить срочную службу. В 40-м году он поступил в Ленинградское артиллерийское училище, а 15 июля 1941 года, когда враг уже топтал своими сапогами просторы нашей Родины, его направили в самое пекло, на Лужский рубеж. Это были бои на дальних подступах к Ленинграду. Тогда основные силы немецкой 4-й танковой группы, генерал-полковника Гёпфнера, смогли захватить плацдармы на восточной стороне реки Луги и стали угрожать выходом в тыл советским войскам Лужской оперативной группы. Чтобы сбить наступающий порыв противника, к плацдарму были переброшены наспех собранные резервы, состоящие преимущественно из ополченцев и курсантов пехотного и артиллерийского училищ, а по немецким переправам ударили береговые батареи. О важности данного направления говорит то, что на передовой, всего в 500 метрах от противника, находился сам маршал Советского Союза, Климент Ворошилов и командующий Северным фронтом Маркиан Попов. Курсанты, благодаря заранее построенной обороне, продержались несколько дней, но это был их первый бой против волков войны, прошедших всю Европу. Многие из товарищей Алексея Очкина тогда погибли, а он в одном из боев получил легкое ранение в голову и был эвакуирован в тыл. В какой-то степени ему даже повезло, ведь многие командиры и солдаты, обороняющиеся на Лужском рубеже, в итоге попали в окружение и так и не смогли из него выбраться. После госпиталя он был направлен в город Омск, где окончил командирские курсы, а потом его зачислили во вновь формирующуюся 112-ю дивизию на должность начальника артснабжения 156-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона. Про противотанкистов тогда говорили «Ствол длинный, жизнь короткая». И это было правдой, которую Алексею Очкину скоро пришлось прочувствовать всеми фибрами своей души. 17 июля 1942 года на рубеже рек Чим и Цимла передовые отряды советских 62-й и 64-й армий встретились с авангардами 6-й немецкой армии. Так началась самая знаменитая битва в истории человечества – Сталинградская. 112-я дивизия вступила в бои 26-го числа и сразу же подверглась массированным немецким атакам. Возле станции Чир 156-й артиллерийский дивизион, в котором служил Очкин, отбивал одну немецкую атаку за другой. Алексей Яковлевич сначала прилежно выполнял свои обязанности по снабжению артиллеристов снарядами, но к вечеру 27 июля на позиции красноармейцев выехал 31 немецкий танк. Бой разгорелся не на шутку. Крики командиров перебивались тонами раненых, взрывы снарядов выкашивали орудийную прислугу, но и немецкие танки горели черным дымом. Во второй батарее 45-мм пушек в самом разгаре боя не осталось ни одного начальника, и ее возглавил старший лейтенант Очкин. Ценой неимоверных усилий эта немецкая атака была отбита. Противник потерял в бою 12 танков, остальные повернули назад и отступили. А Алексей Яковлевич так и остался на должности командира батареи и отступал с боями до самого Сталинграда. 14 октября 1942 года 6-я немецкая армия Паулюса начала решающее наступление на советские плацдармы у реки Волги. Утром в небе появились сотни самолетов, которые стали сбрасывать на головы обороняющимся красноармейцам тонны смертоносного груза. Алексей Очкин в этот момент со своим отделением держал оборону на площади Дзержинского. У него было всего три пушки 45 мм и 9 солдат с противотанковыми ружьями. Как он сам потом вспоминал... И вот 14 октября это все началось. Бомбили они много часов, такого не было за всю войну. Три яруса бомбили. Горело железо, металл, асфальт. После авианалета на узком фронте в 4 километра на завод баррикады и тракторный завод пошли в наступление целых 2 танковых и 3 пехотных немецких дивизии. На площадь Дзержинского стали медленно выезжать до 40 немецких танков. Одно из главных умений артиллеристов – это правильно замаскировать свои орудия. Немцы до последнего не обнаружили советские расчеты, и как только танки оказались совсем рядом, Очкин отдал команду. Беглым! Огонь! Дружно ухнули сорокопятки и защелкали выстрелы ПТР. Беглый огонь советской артиллерии остановил немецкую атаку, и пока фашисты определяли позиции палящих по ним пушек, 8 танков сгорели дотла. Отступив, фашисты снова пошли в атаку. На этот раз уже фактора внезапности не было, и огонь на советские позиции обрушился массированный и точный. Уже скоро два артиллерийских расчета было полностью уничтожено, а Алексей Яковлевич сам встал за прицел. Кто-то из живых еще подносил ему снаряды, а он разил наступающую пехоту и танки противника. Казалось, что немцы были уже везде, хотя так оно и было на самом деле. Героически сражаясь и показывая весь бунтарский дух своего характера, Очкин с оставшимися бойцами отбивал одну немецкую атаку за другой. В пылу боя он мельком взглянул вправо, где находилась подбитая пушка. Казалось, что там погибли все, но краем глаза он увидел шевеление. Это был 14-летний подносчик снарядов, сын полка Иван Федоров. Когда Очкин еще три месяца назад первый раз его увидел, то они даже подрались. Тогда мальчишка ехал на фронт, чтобы мстить фашистам за убитого отца. А старший лейтенант хотел его прогнать. Но подросток оказался очень ловок и так же дерзок, как и сам герой рассказа. Он пнул сапогом по лицу Очкина и страшно его обматерил. Завязалась потасовка, но опыт и возраст взяли свое. Иван Федоров был пленен, издан на первой же станции в комендатуру, из которой тут же и сбежал, и доехал до фронта уже на крыше вагона. Его решили оставить на кухне, но скоро Алексей Яковлевич обнаружил Ивана болтающимся возле его пушек. Маленький сын полка добился у командира 156-го дивизиона капитана Богдановича назначить его на должность подносчика снарядов. И Очкину пришлось смириться. Теперь же, в самый разгар боя 14 октября, подросток Иван Федоров с оторванной кистью и второй перебитой пулеметной очередью рукой, с противотанковой гранатой в зубах полз к немецкому танку. Через мгновение раздался оглушительный взрыв, который похоронил мальчика и четырех немецких танкистов в груди раскореженного металла. Вдохновленный таким подвигом молодого человека, уже потом, после войны, Алексей Яковлевич напишет книгу о нем под названием «Иванья Федоровы мы». На всех встречах ветеранов он будет рассказывать об этом случае, всегда показывая пример, с кем тогда в Сталинграде столкнулась жестокая фашистская машина. Отбив очередную атаку и дождавшись прилета самолетов Люфтваффе, когда немецкие солдаты попрятались в руины зданий, Очкин приказал своим людям отходить на территорию тракторного завода. У него был приказ любой ценой удерживать в первую очередь сборочный цех, который выходил прямо к реке. Послав разведчиков в разные стороны, он смог собрать отдельные обороняющиеся советские группы воедино, и красноармейцев оказалось 57 человек. У них еще оставалось одно целое орудие 45 мм и несколько противотанковых ружей. Целые сутки, ценой неимоверных усилий и находясь почти в окружении, отбивали они бесконечные атаки немецких танков и штурмовых групп. К тому же вокруг горело масло от станков и другие нефтепродукты. Дышать было крайне тяжело. И в самый тяжелый момент на большой земле от группы Очкина приняли радиограмму. Нас окружили 50 танков. Мы гибнем, но не сдаемся. Прощай, Родина. После этого связь оборвалась. Тогда генерал Чуйков, командующий 62-й армией, обороняющий Сталинград, первым назвал группу Очкина как 57 бессмертных. Решите мне их вам представить. Командир группы 57 бессмертных Алексей Яковлевич Очкин. Но, к сожалению, бессмертными красноармейцы, конечно же, не были. Их тела секлись осколками и пробивались пулями. Да и боеприпасы к вечеру второго дня бесконечных боев закончились. Выполнить приказ по обороне сборочного цеха возможности уже не было. Тогда командиры на совете решили пробиваться из окружения. Но вот куда? Везде были немцы. И тут один из сержантов вспомнил, что возле реки, прямо внизу крутого берега на пляже, находится склад с боеприпасами. И под покровом темноты группа Очкина пошла на прорыв. Двумя группами они смогли пробиться к недостроенному дому культуры. Он находился на холме, а сзади него был крутой берег. Сняв с убитых товарищей верхнюю одежду, бессмертные сделали веревки, с помощью которых подняли наверх боеприпасы, а вниз стали опускать раненых. На складе у реки, помимо патронов к стрелковому оружию, оказалось еще много мин, которые бойцы Очкина использовали по назначению, заминировав все подходы к холму. В таком положении бессмертные продержались целую неделю. Без полноценного сна и отдыха, каждый день они отбивали атаки противника. Танки к ним подобраться не могли, так что штурмовала их преимущественно пехота противника, а сверху назойливые самолеты сбрасывали бомбы, от которых бойцы Очкина прятались в лисьих норах. Ночью же бессмертные сами переходили в атаку, прорывались в тылы противника и громили их. Алексей Яковлевич постоянно подбадривал своих бойцов и сам, показывая пример остальным, ходил в ночные атаки и участвовал в рукопашных боях. На своем комсомольском билете он написал такие слова «Отдам жизнь за родину, но ни на шаг не отступлю». За волю к победе в шутку бессмертные стали называть своего бравого лейтенанта комдивом, и это в чем-то оказалось пророческим. Как выяснилось после войны, немцы считали, что сборочный цех и потом кручу возле реки защищает большая группировка, а не несколько десятков уставших и обожженных солдат. Как писал в своих воспоминаниях, поход на Сталинград, немецкий генерал Ганс Дёрр, наступавшие войска продвинулись на 2 километра, однако не смогли полностью преодолеть сопротивление трех русских дивизий, оборонявших тракторный завод, и овладеть отвесным берегом Волги. Если нашим войскам удавалось днем на некоторых участках фронта выйти к берегу, ночью они вынуждены были снова отходить, так как засевшие во врагах русские отрезали их от тыла. Конечно, генерал имел в виду не только группу Очкина, но в любом случае советских бойцов, ведущих оборону возле тракторного завода и берега реки, вряд ли тогда насчитывалось в совокупности хотя бы с батальон. Конец октября, начало ноября 1942 года были самыми трудными днями для бойцов, обороняющих Сталинград. Советское командование тогда готовило крупное контрнаступление, и все резервы отправляло в готовящиеся атаковать румынские армии и группировки в севернее и южнее города, а сам Сталинград держало на голодном бойке. Бойцам и командирам приходилось рассчитывать только на свои силы и сдерживать дивизии вермахта как можно дольше, что они и делали ценой своих жизней. Бессмертных в живых оставалось на высоте уже всего шесть человек. Алексей Очкин во время очередной немецкой атаки расстрелял из противотанкового ружья немецкий средний танк, который пытался протралить поставленные противопехотные мины, но сам стал жертвой снайпера. Невидимый стрелок, как бы издеваясь, прострелил ему обе руки, а потом выстрелил в голову. Пуля попала чуть ниже глаза, и лейтенант Огонь потерял сознание. Его товарищи смогли вытащить своего командира из-под обстрела, спустили его на веревках вниз к реке, и в слабой надежде спасти ему жизнь привязали его к кресту из бревен. Данный своеобразный плод они пустили вниз по течению. Шансов, конечно же, остаться в живых у раненого было мало. Очкин мог умереть в любой момент, мог утонуть, но его прибило к противоположному берегу. Медсестра Катерина Чернышева тогда поила лошадей и увидела странный предмет. Она нащупала у Очкина слабый пульс и оттащила его в походный госпиталь, где ему сделали несколько сложнейших операций, и он выжил. Кстати, бойцы на круче тоже остались живы. Они смогли продержаться до прихода подкреплений. За проявленный отвагу и героизм 31 декабря 1942 года Алексей Очкин получил первую свою награду – Орден Красного Знамени. Но он тогда даже и не представлял, что будет умирать еще как минимум три раза. Бои за город Севск завязались тяжелые. В результате победы Красной Армии в Сталинградской битве советские войска, перехватив стратегическую инициативу, стали теснить войска вермахта на всем южном фланге. Но в феврале 1943 года разогрались страшные метели. Тылы Центрального фронта стали значительно отставать от ушедших вперед боевых частей. На железнодорожных ветках создался коллапс, а танки и обозы вязли в глубоком снегу. Алексей Очкин в этот момент уже был в строю. Он со своими артиллеристами помогал штурмующим группам овладеть населенными пунктами Юдовкой и Клеменем. Но самые жестокие бои завязались за село Романово, где немцы устроили мощную оборону. Советские штурмовые группы продвигались с большим трудом и увязали в лабиринтах окопов, построенных дотов и других защитных сооружений. Брать с боем приходилось практически каждый метр земли. Артиллеристы с большим трудом тягали свои пушки по глубокому снегу и все-таки понемногу продвигались вперед. Алексей Яковлевич первый со своим взводом смог достичь края села. Его бойцы уничтожили при этом шесть пулеметных расчетов, шесть подвод и три склада с боеприпасами, расстреляли до роты гитлеровцев, а также сожгли три дома, где засела пехота противника. Но у них в итоге кончились снаряды. И вдруг на другом берегу Романовского ручья застрекотал немецкий пулемет из Дота, который не был замечен сразу. Немцы профессионально пропустили часть красноармейцев в деревню, а потом ударили им в тыл и по оставшейся наступающей пехоте. Огонь пулемета был крайне эффективен. Дот располагался в удачном месте на высоком отвесном берегу ручья и простреливал все пространство перед собой. Достать же до него могла только артиллерия, но снарядов уже не было. Тогда старший лейтенант Точкин схватил гранаты и кинулся к Доту. Он не смог добежать несколько метров до ручья, как его ранило в ногу, и он упал. Превозмогая боль, он все-таки дополз до полыньи и нырнул в ледяную воду. Вот где пригодилось закаливание в детстве. Он пересек ручей, взобрался по корням деревьев на крутой берег и бросил гранату в амбразуру Дота. Раздался взрыв и пулемет замолчал. Советские стрелки вновь поднялись в атаку, а Алексей Яковлевич подполз к Доту, чтобы заглянуть внутрь. Но вдруг пулемет снова ожил. В очереди он прошил грудь героя, а Очкин схватил раскаленный ствол руками и прижал его к низу. Заглянув внутрь, он увидел страшную картину. Один немец был убит, а второму осколком снесло нижнюю челюсть. Он стрелял под действием шока и уже не понимал, что происходит. Их взгляды встретились, и некоторое время немец и русский смотрели друг другу прямо в глаза, но потом фашист стал понемногу оседать и умер. Очень живучим оказался организм старшего лейтенанта Очкина. Все, что Алексей Яковлевич успел сделать, это пучками травы заткнуть свои раны на теле, и потом он потерял сознание. Когда герой очнулся, то он уже лежал в избе на столе, а вокруг стояли немцы. Старший лейтенант выхватил из-за пазухи оставшуюся гранату, выдернул чеку и только хотел ее бросить, как ее перехватили крепкие руки и выкинули смертоносный заряд в окно. Раздался взрыв, и никто не пострадал. И хорошо. Ведь немцы Очкину только привиделись. Вокруг него стояли его боевые товарищи, которые пришли с ним проститься. Когда его через несколько часов после боя подобрала похоронная команда, то никто даже и не догадался проверить пульс. Все были уверены, что при таких ранениях, купании в холодной воде и многих часов, проведенных на морозе, выжить было просто невозможно. Чтобы проститься с героем, командир дивизиона распорядился перенести его в один из уцелевших домов. Все стояли возле стола с трупом с поникнувшими головами и сильно удивились, когда старший лейтенант вдруг открыл глаза, да еще и начал активно действовать. За помощь во владении селом Романово Алексей Яковлевич был награжден медалью за отвагу, а его необычайный организм снова быстро смог адаптироваться к металлу, который остался внутри тела, и Очкин быстро пошел на поправку. Уже летом 43-го года он вновь был в строю. Как видно из его следующего наградного листа на представление к ордену Красной Звезде, герой тогда возглавил разведгруппу. 6 августа Очкин с шестью бойцами подобрался к передовым окопам противника и пока враг их не заметил, они ножами убили несколько немцев, а потом ударили из автоматов и стали бросать гранаты. В этом бою красноармейцы убили 36 гитлеровцев и захватили ценного языка, которого доставили в штаб дивизии. В этой операции трое из разведчиков и сам Алексей Яковлевич были ранены, причем командир вновь получил тяжелое ранение. Он снова находился между жизнью и смертью, и снова его организм показал невообразимые высоты к регенерации. После победы Красной Армии на Курской Дуге немцы начали свой бег к Днепру с целями закрепиться на его западном крутом берегу. Чтобы не дать им этого сделать, во всех советских дивизиях сформировали передовые отряды, которые должны были преследовать врага и на его плечах сразу и без должной подготовки форсировать реку, отбивать у противника плацдармы и удерживать их до прихода основных соединений. В 112-й дивизии для этого выделили несколько батальонов, которые лесными тропами на автомашинах доехали до реки, и солдаты на плотах под сильным пулеметным и минометным огнем стали переправляться на другой берег. Конечно же, среди первых на правый берег Днепра вступили сапоги уже капитана Очкина. Тогда он находился на должности начальника артиллерийской разведки и возглавлял одну из штурмовых групп. Два неполных советских батальона смогли тогда отбить у немцев небольшой плацдарм возле деревни Ясногородка, но капитан Очкин при штурме немецких позиций получил контузию и ранение ноги. В госпитале врачи, видя развитие гангрены, хотели ампутировать конечность, но Алексей Яковлевич выхватил пистолет и угрозами запретил делать себе операцию. Конечно же, он надеялся на свой удивительный организм, и чудо произошло. Нога стала заживать, а сам Очкин быстро поправляться. После четырех тяжелейших ранений и трех легких, медицинская комиссия запретила Алексею Яковлевичу возвращаться на фронт. Но тот был недоволен. Он вновь выхватил пистолет и показал канцелярским крысам все края своего буйного характера. Под такой аргументацией медики вновь сдались и признали его годным. Но сначала отправили героя в отпуск отдохнуть. В конце Великой Отечественной Алексей Яковлевич принимал участие в штурме Берлина, а потом и в пражской наступательной операции. Восьмой раз он был ранен уже в самой столице Чехии в День Победы 9 мая 1945 года. Удивительный человек был Алексей Яковлевич Очкин. Он всегда шел впереди и старался сделать гораздо больше, чем от него требовалось. После 30 лет современной пропаганды, когда нам говорят, что тогда все было плохо, многие задают резонный вопрос. А как же мы тогда победили? Вот, благодаря таким людям и победили. Боевые будни и трудности войны, наверное, перемололи буйство характера лейтенанта Огня. После Великой Отечественной он закончил среднюю школу, работал на заводе, а потом отучился на кинематографиста. Его новые товарищи часто даже и не знали, что у этого мягкого и чуткого сценариста и режиссера богатая военная биография. Алексей Очкин внес большой вклад в развитие культуры среднеазиатских советских республик, Казахстана и Киргизии, снял несколько фильмов, написал множество книг и стихов. А когда развалился Советский Союз, то он часто говорил, что не за это мы тогда сражались в Сталинграде. Умер герой 16 февраля 2003 года в возрасте 80 лет и был похоронен в Москве на Меусском кладбище на участке номер до новых встреч. До встречи. До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...